И вот здесь 50 на 50. Мы показываем рекордом России по прозвищу русский медведь Сергей Кузьмин. Ну, если говорить о габаритах, то наш медведь большой. Да, настоящий. Настоящий бурый, что называется. Как бы сказали жители Хабаровского края, не Белогрудка. Ха-ха, терминология, в которую не рискну окунаться. Итак, Сергей Кузьмин против Игоря Адеела очень большой. Сергей Кузьмин по габаритам, конечно, превосходит он своего соперника по опыту, но и, судя по всему, по желанию выиграть сегодня. Дорогие господа, для бойцов звучат национальные гимны. И первым гимн Бразилии. Ladies and gentlemen, two national anthems for the fighters. And first, National Anthem of Brazil. Играет�도 لا, это просто. Играет투 не Хабаровский края А сейчас звучит государственный гимн. Российской Федерации. Ladies and gentlemen, National Anthem of the Russian Federation. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Итак, дамы и господа у экранов. Миллионы фанатов бокса во всем мире. В прямом эфире силиканала РЕН-ТВ, главный бой вечера, бой со титул чемпиона бойцовского клуба РЕН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok. Представляю вам соперника и первым бойца в синем углу, в белых трусах. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дамы и господа, он чемпион Бразилии по профессиональному боксу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дамы и господа, он чемпион в профессиональном боксинге, представляет Сан-Паулу, Бразилию, не знающий поражений, Игорь Адия. А вот его соперник в красном углу ринга, в черных трусах. И его противник, кричит в ринге, бороться под черным корнем, в черном. Бойцу 34 года. Его рост 193 см, а вес 115,7 кг. Профессиональный рекорд 17 боев, 15 побед, включая 11 побед нокаутом, 2 поражения. Он интерконтинентальный чемпион WBA в супертяжевом весе. Ladies and gentlemen, he's 34 years old, standing, 193 cms tall, official weight, 150.7 kilos. Professional record, 17 bouts, 15 victories, including 11 wins coming by way of knockout and 2 defeats. Ladies and gentlemen, he's WBA heavyweight intercontinental champion. Ведомый тренером, Геннадием Осьяновым, из Санкт-Петербурга, Россия, приветствуйте, Сергей, русский медведь, Куземпинь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я рад на самом деле, что мой земляк сегодня выходит на ринг. Вы про Кузьмена? Я уточняю на всякий случай. Да, конечно, я петербуржец. Тут как бы не обсуждается. Безусловно, посмотрим, чем закончится поединок. Но все-таки не впечатлил рекорд Досиллы меня. Лично посмотрим, что это может на выезде представить нам боксер. Лига Ставок проводит акцию с призовым фондом в 400 миллионов рублей. Заключайте пари и участвуйте в розыгрыше 50 денежных призов. Итак, первый раунд стартовал. Ну что, стартовал он с того, чего мы и ждали, наверное. Более легкий бразилец. Легок на ногах. Избегает пока что открытого противостояния. Держит дистанцию. Пытается пощупать и понять, что же такое собой представляет тот самый русский медведь Сергей Кузьмин. С чем имеет дело Игорь Одеел? Ну, я думаю, что Сергей Кузьмин его сейчас быстро с собой познакомит. Как и положено, на ближней дистанции. Кстати, Тигр всегда избегает ближней дистанции. Что делает, в общем-то, наш гость. При этом все-таки как-то не вкладывается, стараясь, знаете, скорее не бить, а трогать своей левой рукой Игорь Дио. Да, когти пока не выпускает. Нет. Мягкой лавкой. А есть ли они? Ну, десять нокаутов в десяти боях. В общем-то, как минимум он знает, что такое нокаут. Но вот вопрос, который всех пока интересует. С каким нокаутом уедет отсюда Игорь Одеел? Нокаут на свои. Или сумеет победить Кузьмина? Я, конечно, в этом сомневаюсь, но, тем не менее, это бокс. Супертяжелая весовая категория. Попадает Кузьмин справа по корпусу. Очень серьезный акустический эффект каждого из ударов, в общем, с обеих сторон. Вот такой поскок Игора Одеела лишает его возможности жестко встать на ноги и нанести сильный удар по-настоящему. Сергей Кузьмин пропустил сейчас лоечку, неприятную такую, но все равно мягкой лапкой, я бы так сказал. Надо сказать, что мы, по крайней мере, то, что слышим и даже то, что видим, позволяет нам предположить, что удары у Кузьмина сильно отличаются в лучшую сторону в плане силы и тяжести от ударов Одеела. Но это пока, наверное, вряд ли. Имеет смысл рано еще говорить. Пластичный парень Игорь Одеел. Неплох на ногах, действительно. Кузьмин, по большей части, смотрит. Готовит правую руку Сергей. За счет двойного джеба подошел поближе. Первый раунд завершен. АПЛОДИСМЕНТЫ Испокон веков мы ставили на перемены. Заменили глаголицу на кириллицу, чтобы ставки стали понятнее. Прорубили окно, чтобы посмотреть на Европу. Запустили спутник, чтобы следить за стримами. И сделали ставку на технологии для ваших будущих побед. Лига ставок. Ставить наша традиция. Антифризы НОРД. Надежная защита от кавитации. Энтеросгель. Курсовой прием уменьшает риск интоксикации при вакцинации от вирусных инфекций. Энтеросгель. Рекомендован для взрослых и детей. Ну, что я могу сказать. Наверное, разгоночный такой был первый раунд. Сейчас нельзя сказать ничего вразумительного о том, что куда-то качнулись явно весы. Тем не менее, как танкетка двигается, стараясь пока поджимать Игоря Адиэла канатом. И пробивает вполне ему знакомый. И то, что у него получается всегда, это работа. Вот, смотрите. Регулярно он старается попадать по нижнему этажу Адиэла. И сейчас будет работа, опять же, по корпусу. Здорово, он напрягал Филипенко Кузьмин своего соперника. Заставил его поднять руки и очень жестко разрядился справа из куловища. Адиэл делает, наверное, максимум для того, чтобы не оказаться зажатым у канатов и уж тем более в углу. Это то, чего он, я думаю, должен опасаться в первую очередь. Потому что если Кузьмин поставит его прямо перед собой, вот как сейчас, вот тут начинаются сразу большие проблемы у Игоря Адиэла. Пытается он так приобнять слегка Кузьмина для того, чтобы заблокировать его руки. По выражению лица Адиэла я уже могу видеть, что ему очень не нравятся эти... Это история возле канатов, в которую он, в общем-то, за полтора раунда регулярно уже попадает. Да, этот вариант проходит у Кузьмина. Если он проходит сейчас, это означает, что он будет проходить и дальше. Дважды снова по туловищу попадает Сергей Кузьмин. Надо сказать, что практически год мы Сергея не видели в деле. Напомню, что 12 декабря 2020-го он проиграл Мартину Баколе. Этому предшествовало поражение от Майкла Хантера. Вот два единственных поражения в карьере Сергея Кузьмина. После такого очень неприятного для себя отрезка Сергей Кузьмин сегодня появился в ринге. Ну и, конечно, после такого длительного отсутствия нужно привыкнуть к этой атмосфере. Ну и давайте не будем забывать, как многое, насколько многое сегодня стоит для Сергея Кузьмина на кону в этом бою. Третье поражение, наверное, всерьез подставит большой-большой вопрос в профессиональную карьеру Сергея Кузьмина. Напрасно. Все-таки Сергей подходит без ударов. Слишком еще свеж игр одеял, чтобы позволять себе такое. Ну, возможно, Сергей прочувствовал уже пару попаданий одеяла и решил, что не страшно. Кто знает. Пока я могу точно сказать, что одеял хоть и использует какой-то обман, обманные такие финты, маневры, но он их не реализует. Да, пока что это финты ради финтов. И для того, чтобы обезопасить себя, нужно никак не развить в своей атаке. Попал Кузьмин, полез обниматься сразу. Заморгал. Это значит, что зацепило его. АПЛОДИСМЕНТЫ Испокон веков мы ставили на перемены. Заменили глаголицу на кириллицу, чтобы ставки стали понятнее. Прорубили окно, чтобы посмотреть на Европу. Запустили спутник, чтобы следить за стримами. И сделали ставку на технологии для ваших будущих побед. Лига ставок. Ставить наша традиция. Антифризы НОРД. Надежная защита от кавитации. Вдруг не позволяет нам картина, по крайней мере звук, который до нас абсолютно не доносится. В отличие, кстати, от громких ударов, что происходит сейчас в углу у Кузьмина и у Адиела? Ну, у Адиела, давайте поговорим лучше о бразильце. Там на протяжении 7 минуты работали с рассечением в районе левого глаза. Под конец предыдущей трех минутки Кузьмин очень здорово попал справа. Образовалась сразу же сечка. Рукат он так визуально вроде бы справился. Тут за ухо куда-то попал Сергей Кузьмин и затанцевал Игорь Адиел у канатов. Тут же подобрался к нему Сергей. Понял Кузьмин, надо работать сейчас. Спортует российский боксер. Вот так колючим джебом отстреливается Адиел. И двойка от бразильца. Кстати, вполне мощная. Не испытывает никаких проблем Сергей Кузьмин с тем, чтобы оказаться на нужной для себя дистанции. Это означает, что все-таки удары Адиела недостаточно крепкие для Сергея Кузьмина. Он их не боится. Подходит, фактически обламывая руки Адиелу. Несмотря на то, что тут пытаются защитить свой корпус. 95% своей работы в ринге Игорь Адиел выполняет за счет именно передней руки. Правая по очень большим праздникам подключается к делу. Но в эти моменты довольно солидно все это выглядит, согласитесь. И сейчас через руку попал Адиел. Перестала напухать сечка у Адиела. Что, конечно, для него абсолютно хорошо. Гематома, соседствующая с сечкой, это вообще лучше, чем гематома без сечки. Потому что излишки крови могут самоудаляться из нее. Очень жестко переделся Кузьмин на правую руку. И сейчас тоже готовит сильнейшую. Попал. Приглашает Адиел на размен. И Кузьмин моментально принимает этот вызов. Острая передняя рука у Игоря Адиела. Но вот в полупозиции он раз за разом оказывается. За счет простого финта Сергей Кузьмин ставит своего соперника в неловкое для бразильца положение. Причем заставляя его при этом уставать. Ну, пока свеженький такой. Свежий Адиел достаточно быстро бьет левый. Слышим мы, как легендарный тренер Геннадий Машканов просит корягу снизу от Сергея Кузьмина. Но, видимо, нас следующий раунд прибережет. Испокон веков мы ставили на перемены. Заменили глаголицу на кириллицу, чтобы ставки стали понятнее. Прорубили окно, чтобы посмотреть на Европу. Запустили спутник, чтобы следить за стримами. И сделали ставку на технологии для ваших будущих побед. Лига ставок. Ставить наша традиция. Ну что ж, что это за коряга? Как вы думаете, Александр? Понятная коряга. Размашистый. Справа, через руку. Кроссон, свинг. Ну, что-то из этих двух ударов явно. Один из которых, кстати, пытался провести Адиел. У него не получилось. Это все то, чем пытался Евгений Орлова свалить в гаджи автомат. Не хватило, да. Не хватило, я бы сказал, роста. Макс! Очень здорово. Мы слышим подсказ Геннадия Машьянова. Кстати, тренирующего и Дмитрия Бивола, нашего чемпиона по версии WBA. В полутяжелом весе совсем скоро Дима будет защищать свой пояс. Потряс Кузьмин Адиела. Тем не менее. Аз два от бразильца попал. Ох, неприятное. Столкнулись головами. Мы начинаем все чаще видеть в исполнении Адиела попытку пробивать двоечку. Вы знаете, иногда проходит. Заходит. Проходит. Раз за разом бразильец пытается повторить. Раз за разом на этот финт покупается Адиел, но не всегда Сергей Кузьмин может дивиденды приобрести для себя. Решили соперники поспорить, у кого быстрее, точнее, левая. Мощнее так уж точно у Кузьмина. Здесь двух дней не быть не может. Снова зажал у каната своего соперника Кузьмин. Острелялся по корпусу. Решил побеседовать Адиел. О чем-то попросил. Да, словом, плиз. Этот спич увенчался. Что было до, я не могу. Ну да, наверное, головой биться. Что-то про удары головой подсказывают мне редакторы. Перестать, точнее, бить головой. Хотя мы пока не видим явного какого-то желания Кузьмина действовать в таком плане. Ну, согласитесь, присутствующий, возможно, у многих российских любителей бокса скепсис в отношении Игоря Адиела так подрастаял. Видно, что бразилец пытается выжить. Все. Возможное для себя в этом бою он приехал побеждать. Продолжает, кстати, разговаривать Игорь Адиел. В такой шаполе американских тяжеловесов с 70-х годов работает Игорь Адиел местами. Это подвижность на ногах. В общем, манера перемещения по рингу. Ну, наверное, все-таки теперь уже можно практически с большой долей вероятности понять, какой тактики будут придерживаться в углу Игоря Адиела. Мы ее с вами сейчас видим. Развязки они ждут все-таки дальше. И вы увидите это в следующем раунде. АПЛОДИСМЕНТЫ Испокон веков мы ставили на перемены. Заменили глаголицу на кириллицу, чтобы ставки стали понятнее. Прорубили окно, чтобы посмотреть на Европу. Запустили спутник, чтобы следить за стримами. И сделали ставку на технологии для ваших будущих побед. Лига Става. Ставить наша традиция. Ну, продолжая немного о тактике Адиела, хочу сказать, что, наверное, вот это такое движение на расстоянии, такая тигриная, я бы назвал ее техника, скорее всего, и будет на протяжении всего боя в исполнении Игоря Адиела. Почему? Ну, во-первых, опасается. Во-вторых, все-таки удары Кузьмина действительно тяжелые. В попытке набрать очки вот такими пучками все-таки Адиела начинает чувствовать себя более уверенно. Мы это видим. Начинает пробивать двоечки. И даже в прошлом раунде, после вот этих разговоров, кстати, которые он опять продолжает, была попытка пробить серию из трех ударов. И достаточно стандартная работа возле канатов защиты. И тут он начинает нам напоминать поединок Мухаммеда Али. А вот эти переговоры мне тоже кое-что. Али очень любил разговаривать. Да, но столь же разницы, что Али, как правило, понимали. А здесь, обращаясь на португальскому своему сопернику, вряд ли на поддержание беседы может рассчитывать Игорь Адиел на адекватное поддержание, по крайней мере. Нет, ну, будет бой, это, мне кажется, Сергей Кузьмин понимает. Ну, это, наверное, попытки как-то вывести себя. С Кузьмином, конечно, это достаточно сложно. Продемонстрирует. Я все жду корягу, обещанную нам ранее. Вот скоро справа попал. Кузьмин очень резко выбросил он сильнейшую руку. Плечом не толкает. Плечом не толкает. Нет, не хочет, не хочет Адиел ввязываться в драку. Все-таки разница мощи ему абсолютно понятно, и он ловит свои очки на противоходе. Классическую манеру спойлера сейчас демонстрирует Игорь Адиел. Спойлер – это боксер, первой задачей которого является не создать самому что-то опасное, а не позволить этого сделать сопернику. Тягучий, очень неприятный, нелюбимый боксерами силового плана стиль. Кстати, это влияет тоже на нервы. Начинает выводить из себя, и, возможно, это одна из уловок, на которую рассчитывается. Адиел. Он все-таки регулярно поджимает Кузьмин Игоря Адиела к канатам, пробивая там свои серии и набирая, неумолимо набирая, надеюсь, победные очки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Испокон веков мы ставили на перемены. Заменили глаголицу на кириллицу, чтобы ставки стали понятнее. Прорубили окно, чтобы посмотреть на Европу. Запустили спутник, чтобы следить за стримами и сделали ставку на технологии для ваших будущих побед. Лига Ставок. Ставить наша традиция. Вот, вот, вот. Ну, что, надо все-таки проконстатировать. К сожалению, даже наше молчание в эфире абсолютно вынужденное, потому что мы с Александром Садоковым какой-то момент предыдущего раунда не могли ничего констатировать, лишь как передвижение соперников по рингу. Что, кстати, ничего хорошего не дает. Точнее, никаких очков не дает ни Кузьмину, ни Адиелу. Но Адиела, судя по всему, это в большей степени устраивает. Поэтому будем надеяться, что мы увидим и корягу, и более активную работу Сергея Кузьмина. Она у него получается, когда он поджимает соперник к канатам. Ровно как если все-таки начинают пытаться соперники конкурировать в скорости своего джеба, тогда мы, к сожалению, вынуждены практически молчать с Александром. Чего бы не хотелось. Ждем. Вот, все-таки джебы Кузьмина. Чрезвычайно нравится Адиелу находиться в центре ринга. Там у него много передвижений. Аккуратней головой. Банально больше вариантов для того, чтобы... Ничего не делать. И избежать неприятностей. Вот, корягу просит Машьянов. По-моему, даже показывает, как она бьется. Адиел только почему-то показывает. А может, на португальском коряга тоже защита похожа? А вот это... Затанцевал Адиел. Попадает. На полу. На полу оказался Адиел. Впервые в своей карьере. Чего-то открывает малозонья. Поднялся Игорь Адиел. Не уверенно, не уверенно стоит, но... Сколько осталось здесь до конца раунда? Полторы минуты. Но длинный вечер наклевывается у Игоря Адиела. Потому что Сергей Кузьмин почувствовал кровь. Что бывает, когда медведь чувствует кровь, мы знаем. Ну и надеюсь, что Сергей Кузьмин нам сейчас продемонстрирует. Адиел за счет неплохих ног продолжает избегать неприятностей. Но вот здесь не удалось. В область уха пробил Сергей Кузьмин. Адиел так визуально чуть пришел в себя. Пытается снять защиту с головы Сергей Кузьмин. Показывает работу по корпусу. И тут же переводит на верхний ярус. Разрывает дистанцию. Разрывает дистанцию Кузьмину. Крепко держит. Адиел прямо вцепляется в Кузьмина, чтобы не дать ему развить свою атаку на ближней дистанции. Уже не так плывет, но, вы знаете, еще моргает. Моргает еще. Вот видно. Адиел все-таки состояние Грога проходит медленно, но проходит. Пришел в себя. Чуть подотпустил его Кузьмин. И раунд завершен. Заставили нас все-таки боксеры встрепенуться. Я думаю, что и уважаемых зрителей это тоже коснулось. Интригу мы вновь ощутили здесь, буквально находясь возле ринга. Я надеюсь, что сейчас все прильнули к телевизорам. И впереди нас ждет седьмой раунд. Ну, вот что значит попал. Вот сейчас на наших экранах повтор эпизода. Зацепил Кузьмин. Кузьмин очень жестко пошел дорабатывать. Еще раз с правой. И оказался Адиел на полу. Ну, мутным был его взгляд в этот момент. Вот где два удара. Вот еще раз с правой. Четко по челюсти. Да, но затем где-то отключевал, где-то отбегал Адиел и в итоге оставил себя в бою. Седьмой раунд. Плотный джеб в корпус. Серия по туловищу. От Кузьмина. И уже лезет обниматься Адиел. Успешные удары по корпусу проводит. И так достаточно бодренько отвечает Адиел. Показывает, что готов. Мне кажется, даже не сжимает ее в конечной фазе. Но шлепает громко. Вот так вот. Попал Адиел. Очень тяжело. Но Кузьмин выдержал. Хотя показалось вначале, что в больших сложностях сейчас находится Кузьмин. Нет, вроде бы все в порядке. Но как было тревожно. Как разозлился Адиел. Посмотрите. Нам отсюда в детали. Поверил в себя. Поверил в себя, да. Кое-что почувствовал Адиел. Зевнул удар справа Сергей Кузьмин. И давайте не будем забывать. 10 нокаутов в 10 боях. Таков рекорд игр Адиела сейчас. Выжидает. Выжидает Адиел. У него получилось в прошлый раз на противоходе поймать Кузьмина. Он понял, что эта тактика может принести ему не только очки, но и победу. Потому что все-таки мы все с вами видели, что потряс этот удар и серия последовавшая за ней в исполнении Адиел. Трудно было Кузьмину, но он выставил. Попал левый сбоку Адиел. Но это было не жестко. Караулит на встречном движении Игорь Адиел Сергея Кузьмина. Да, совсем не подарочек приехал к нам из Бразилии. Хороший раунд для Адиела. Я думаю, что можно ему отдать эту трехминутку. Пожалуй, первую в этом бою. Пока так. Ну, давайте дождемся гонга. Там видно будет. Попал. Как живописная вода. Адиел снова заморгал. Покинуло голову Игора Адиела. На замедленном повторе, думаю, красиво будет отреться. Надо концовку боя. Но нет. Гонга. Давайте смотреть. В первую очередь нас интересует тот эпизод, когда правой попал бразилец. К нам спиной в этот момент находился Сергей Кузьмин. И на мгновение показалось, что потерялся он немного. Да, видно. И смотрите, правой снизу. И тут же еще два удара. Сильнейшей руки наносит Игорь Адиел. Возможно, какая-то флешка, так называемая вспышка и была. Сознание Сергея Кузьмина в этот момент. Но моментально пришел в себя. Даже если какие-то проблемы и были. Ну, ударов пять точно. Достаточно четко. По Кузьмину провел Адиел. Мы показали повтор встречного удара в исполнении Кузьмина. Восьмой раунд. Восьмой раунд. Восемь. Восьмой раунд. Это значит, что до конца боя осталось три раунда. Девять минут чистого времени. Или меньше. Сейчас надо, конечно, восстанавливать статус-кво Сергею. Но аккуратно это делать. Аккуратно. Все еще показывают, что якобы стал проводиться головой Егор Сергеев. И... Будет Кузьмин по прежнему? Ждет. Ждет Адиел Кузьмина. Ждет. Очень плотно по туловищу снова. С сильнейшей руки попадает Кузьмин. Есть тактика, которая приносила ему удачу. Но вот этот челнок, которым пользуется Адиел, так немного усыпляет порой бдительность Сергея Кузьмина. Очень быстро сокращает дистанцию Адиел. Словно пружина он себя сначала скручивает, а потом раскручивает очень быстро. Плотно. Ждетом работает бразилец. Попадает. Острая передняя рука у Адиела. Труднее Кузьмину действовать на противоосходе в центр ринга. Там Адиел все-таки выглядит быстрее. Но, тем не менее, вот смотрите. Пусть тут Джек Кузьмина как ответил здорово тем же. Да. И вот... Сейчас момент для Кузьмина возле канатов. Наговато пауз берет Сергей в этом раунде. Дает он Игорю Адиелу придумать. Варианты для контрдействий. Так вкатился бразилец в бой во второй половине этого поединка. Чисто психологически он чувствует себя в полной комфортной. И, безусловно, вот та история, когда пробил он эти пять ударов в Кузьмину, она неуверенность как рукой сняла. Как его перенесли, ну да. Я, конечно, говорю Адиел. Да, просит Сергея все-таки не использовать высидательную таксу. И попал, мощный шлипок! Но рефери считают, что по затылку. Да, Ираклим Алазония был рядом. Видел он эпизод гораздо лучше нас с вами. Приглашает снова. К активным действиям Кузьмина, бразилец. И концовка должна быть за Сергеем. Пустил руки Кузьмин. Нет, нет. Мне кажется, пытается он, знаете, так немного себя расслабить в хорошем смысле. Искусственно, чтобы руки полетели посвободней. Адиел не покупается на этот. Это видно было и в прошлом раунде. Это ему абсолютно не нравится. Он ждет, когда все-таки Кузьмин пойдет на него. Опять же, если вспоминать про тигра, медведя. Вот это вот история чисто тигрина. По-прежнему не садится в перерыве Игорь Адиел. Стоя проводит он минуту отдыха. А мы смотрим повторы. Через руку очень жестко зарядился Кузьмин. Но на самом деле, тому, чтобы этот удар пришелся в такую пограничную запрещенную область, поспособствовал сам Адиел, который голову в такое положение поставит. Последний девятый раунд. Да, не так прост, бразильец. Видно, что не стали в углу Кузьмина менять тактику. Поощряют такими, знаете, криками любой спорт в исполнении Адиела. Но это крики, скорее, из его угла. Предлагает, и проходит. Идея тренерская проходит. Посмотрим, будет ли повтор. Слушать как можно чаще. Машьянов не посоветует плохого. Янов, живая легенда. Аккуратнее, аккуратнее. Ну, ручки выше и понеслась. Кузьмин охотно поддерживает желание бразильца зарубиться. Опять сетует на удары головой со стороны Кузьмина Игора Диел. Там, по-моему, оба двигались навстречу друг другу. Еще один из олимпийского бокса все-таки моменты. Такие степы. Здесь есть, что вспомнить в гораздо большей степени Сергею Кузьмину. Напоминает чемпион Европы, среди любителей. Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта. Да, кстати, заслуженный мастер спорта. Затем подготовил этот удар справа Сергей Кузьмин. Увидел его Игора Диел. Очень мобилен по-прежнему бразилец. Визуально приличное количество сил сохранил. Игора Диел. Рубается в него буквально. В своей комбинации Сергей Кузьмин и клич. При всем этом Игора Диел старается держаться на ногах. Вот в этом черночке. Ну, правильно сказать, в пружине больше. Девятый раунд завершен. Девятый раунд. Ряд последний. Три минуты чистого времени нас ожидает в этом бою. Достаточно ровненький, я бы сказал, раунд. Мы с вами увидели, уважаемые победители бокса. И сейчас достаточно трудно сказать, куда, в чью сторону чаша лицов будет склоняться. Потому что действительно форма боя, его течение и тактика уже на протяжении четырех раундов как минимум 50 на 50. Выглядит, по крайней мере, 50. Да, но мы вспоминаем стартовые пять раундов, в которых Сергей Кузьмин, я думаю, однозначно смотрился лучше. Именно за счет этого отрезка он должен лидировать на судейских карточках, если, конечно, не будет таких любых сюрпризов. Десятый заключительный раунд. Но отметить Игородиело мы должны. Действительно выровнял он боя во второй половине. И очень здорово смотрится местами. Чемпион Европы Сергей Кузьмин среди любителей. Чемпион России в такой жесточайшей конкуренции рос как боксер Сергей Кузьмин. Но бразилец очень достойно смотрится на его фоне. Ну вот, все-таки, да, Рейфи считает, что был удар по затылку, но Диело регулярно засовывает голову немного дальше за плечо Кузьмина, при том, когда он бьет этот удар. И, собственно говоря, он приходится за ухо. Попал справа Кузьмин. Да, надо развивать. Кто-то крикнул, что поплыл Игородиело, но, по-моему, нет. Даже не отплывал он от берега в этом эпизоде. Хотя мы помним, что один нокдаун в этом бою был зафиксирован. Справа опасно заряжался Сергей. Предупреждают. Караулит на встречном движении Адиел своего соперника. Не первый раз он справа закидывает. И сейчас у меня такое ощущение, что все-таки Адиел начнет уже, наконец, более активно действовать. И вот начинает. Хорошая комбинация. Дое этого от бразильца отмечаем. Здесь сейчас время Кузьмина. Так. Видно, что готовит сильнейшую руку Сергей Кузьмин. И бразилец прочитал здесь этот маневр. Надо прижимать канатом. Там Сергей лучше. Боковуху на скачке. Просят из угла Кузьмина. И как справа попадает Сергей. Буквально на каком-то миллиметре. И еще раз добавил. Надо добавлять. Тихо, тихо. 40 секунд до конца заключительного раунда. Кузьмина пускает руки. Напрягает передний. Пока не видно обострение. Боже, по-моему, Диэл. Попал. Попал. Попал Кузьмина. Ой, это шикарное. Обракинула Диэлла. Это все. В состоянии гробки сейчас находится бразильец. Встал, понял, что рано. Взял колено, Диэл. И останавливает бой Ираклий Малозонья. На последних секундах Сергей Кузьмин решил все свои вопросы в этом бою. Ну вот тяжелый вес. В эпизоде, когда, казалось бы, все. Бой пройдет всю дистанцию. Кузьмин все перевернул с ног на голову. Прямо по челюстям. Кстати, туда все опасные удары как раз и пропускал. Игорь Диэл. Дамы и господа, для проведения итогов Диэл по прежнему, не твердо нога. Совсем не твердо. Президент промоутер своей компании «Русь» Григорий Дрозд. Испокон веков мы ставили на перемены. Заменили глаголицу на кириллицу, чтобы ставки стали понятнее. Прорубили окно, чтобы посмотреть на Европу. Запустили спутник, чтобы следить за стримами. И сделали ставку на технологии для ваших будущих побед. Лига Ставок. Ставить наша традиция. После этого супервайзер матча пересчитали решение. И оно изменилось. В этом поединке объявляется ничья. Вот так, собственно, наши с вами, Александр, Мальвы для меня. Уликан, правильно сказать. Скепсис. Оправдался. Ну, я полагаю, что ничья от наиболее справедливый итог по результатам того, что мы увидели. Дамы и господа, для подведения итогов и вручения чемпионского пояса бойцовского клуба телеканала РЕН-ТВ Добро пожаловать, президент. Таким образом, в первом поединке между Павлом Шульским и Коллинзом Аяловым зафиксирована ничья. Дорогие друзья, добрый вечер. Я поздравляю всех с этим прекрасным вечером Боллса. И перед подчинением чемпионского клуба в одном из раундов, что в итоге повлияло на окончательный счет. Павлом Шульским и Коллинзом Аяловым в этом поединке была допущена некорректно судейская ошибка. И после переподсчета судейских карточек супервайзер объявил в этом поединке ничью. Ну что, наш с вами скепсис, если можно так назвать, Александр оправдался. Да, в отношении того судейского решения. Наверное, все-таки это более справедливо. Безусловно. Я думаю, что Коллинз Аялов получился. Сатисфакцию. Очень хороший бой он показал. Хороший бой показал и Павел Шульский. Но мы вернемся к этим героям, к героям нынешнего момента, Сергей Кузьмин и Игорь Адиел. Ну, мы совершенно не были уверены в том, что поединок на последних секундах буквально закончится. Десятого раунда. Друзья, дружицы, your referee judge, Аракли Маразония, stop this contest at 2 minutes and 58 seconds of round number 10. Техническим нокаутом одержал победу и стал чемпионом бойцовского клуба РЕН-ТВ в супертяженном весе. your winner by technical knockout and new REN-TV Fight Club heavyweight champion Сергей Роский Ведведь Кузьмин! Подумайте только, две секунды отделяли от того, чтобы пройти всю дистанцию этого боя. 2 минуты 58 секунд, официальное время остановки, поединка.